Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Это очередной четвертый урок по созданию Слингобуз. Чтобы увидеть все уроки сначала, досмотрите это видео до конца и перейдите по баннеру на экране, либо по ссылке в описании. А в этом уроке я покажу Вам, как обвязать деревянное колечко. Такие колечки можно использовать как элемент дизайна в самих Слингобузах, так и как основу для игрушек грызунков. Для этого колечка я использовала тонкие нитки ирис. Если приглядеться, то видно, насколько тонкая нить и какая аккуратная по краю проходит косичка. Это достаточно кропотливая работа. Вы можете попробовать нитки, у которых толщина чуть больше, тогда косичка будет более выраженной и выпуклой. Еще по краю можно провязать оборку и колечко получится менее строгим, и это придаст ему оригинальности. Так что тренируйтесь, включайте свою фантазию и творите. Итак, начинаем. Для работы берем нитки ирис оранжевого цвета и, конечно, же само деревянное колечко. Крючок для таких ниток подойдет размером 1 мм. Вначале делаем на кончике нити петлю и затягиваем ее. Вот с этой петелькой берем колечко. Располагаем получившуюся петельку с внешней стороны кольца, ниточку заводим за него, достаем нитку через отверстие колечка, накидываем ее на крючок. Здесь желательно придерживать пальцем. Заводим с этой стороны, укладываем петли ровно рядом друг с другом, нитку накидываем на палец, захватываем ее и провязываем через захваченную нитку и петельку. Теперь нужно все хорошенько подтянуть, чтобы ничего не болталось. Снова заводим нить в центр, накидываем на крючок, все красиво подтягиваем, выравниваем и теперь провязываем. Снова хорошо подтягиваем, проверяем, чтобы петли легли и ровно. Дальше опять заводим крючок в центр, накидываем нить на крючок, хорошо подтягиваем, натягиваем нитку через палец и провязываем. Все хорошо подтягиваем и так обвязываем все колечко. Продолжаем вязать дальше самостоятельно, делаем одни и те же действия. У вас должна получиться ровная косичка и все ниточки должны ложиться вокруг колечка ровным полотном. И вот остались последние петли, здесь особенно ровно нужно уложить ниточки. Можно немного раздвинуть начало и конец работы, чтобы ровнее вставить новые петельки. Провязываем и думаю, что на этом этапе можно остановиться. Меня устраивает такая плотность, через нитки нигде не проглядывает дерево. И теперь заводим крючок в первую петлю и провязываем. Таким образом мы замкнули вязание в круг. Сейчас вытянем немного петлю, чтобы не распустилось вязание и обрежем основную нить. Вытягиваем хвостик нити через последнюю петлю. Вот и все, колечко готово. Теперь нужно спрятать хвостики нити. И как вы видите, крючок очень сложно будет завести под петлей, так как все нити расположены слишком туго. Поэтому я беру вот такую хитрую иголку. У нее нет верхнего края в ушке и нитку можно завести через верх. Очень удобная вещица, называются они иголки для слабовидящих. Кстати, есть на Алиэкспресс, кому нужны такие, ссылка будет в описании. И посмотрите, как тонкая иголка легко входит под петли. Таким образом мы без проблем заправим хвостики нити и обрежем. Точно так же поступаем со второй ниткой. Колечки готовы и в одном из следующих уроков я покажу варианты добавления их в Слингобусы. Не пропустите новые видео уроки, а для этого нажимайте на кнопку подписки и на колокольчик. Как всегда, мне будет приятно получить Ваши отзывы в комментариях и увидеть Ваши лайки. Чтобы просмотреть полный курс сначала, нажмите на баннер, который сейчас видите на экране, или перейдите по ссылке в описании. На этом все, с Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Встретимся в следующих уроках, пока, пока.